Это некое спасение рядового Хабирова в том смысле, что москвичи поняли, что администрация Башкортостана, не говоря уже об администрации Сибая, на мой взгляд, продолжается давление на тех дольщиков, которые не хотят формализоваться и входить в какие-то объединения. Жажду быстрой наживы, все это, когда складывается вместе, простота организации, жадность и непросвещенность простых людей и ловкость жуликов, мы получаем на выходе вот эти вот кредитные кооперативы. Ну, в общем, случилось. И буквально сразу же стало понятно, кто станет преемником. Безусловно, центральным событием в жизни республики на прошедшей неделе был приезд Совета по правам человека при президенте Российской Федерации во главе с руководителями этого Совета, господином Федотовым. Очень сложно однозначно утверждать, в связи с чем приехал этот Совет по правам человека в Башкирию. Однозначно, что приехал он внезапно. Приезд этот был неплановым, хотя бы судя по тому, что отменился ряд мероприятий. Например, встреча с дольщиками у Хабирова отменилась, ну и еще там ряд всяких других историй. Из чего можно сделать однозначный вывод, что, в принципе, эта делегация не была напрямую приглашена администрацией республики Башкортостан, что, вероятнее всего, ее направили сюда на усиление позиции Хабирова. Безусловно, что Совет по правам человека при президенте Российской Федерации – это некая такая пожарная команда, которая призвана решать конфликтные вопросы, связанные с правами человека, со свободами и всевозможными их нарушениями в кризисных ситуациях. Очевидно, что ситуация с сибайским карьером, куда, безусловно, и были направлены все усилия этого Совета по правам человека, являются федеральной кризисной проблемой, и подтверждением этому является, конечно, то, что этот Совет сюда приехал. Постараемся, попытаемся разобрать, что же сделал, что делал этот Совет, и каковы результаты этого визита, такого достаточно неожиданного и, в общем-то, достаточно грандиозного. Вместе с господином Федотовым приехала большая группа специалистов, в том числе специалистов по экологии, по правам человека, там, председатель комитета против пыток, там, и так далее, и так далее. Они провели довольно большое количество мероприятий, как в Уфе, так и в Сибае. Ну, в Уфе не обошлось без скандалов. Наша вот эта псевдо-квази-оппозиция этническая, экологическая и политическая не приминула передраться между собой прямо на заседании. Ну, вот все вот эти вот разнообразные представители, одиночные и групповые, они, конечно, никогда не могут у нас договориться. В общем, выглядело это все довольно стыдно. Меня тоже дважды приглашали на это мероприятие, я, в принципе, отказался, потому что, ну, предпочитаю не участвовать в мероприятиях, цели и задачи которого не ясны и не объясняются. Можно попасть в ситуацию, когда тобой попользуются для совершенно нелицеприятных и неинтересных целей и задач. На мой взгляд, самым важным мероприятием Совета по правам человека было мероприятие, которое прошло в Сибая, а не в Уфе. Изначально на этом мероприятии должен был присутствовать ради Хабиров вместе с Федотовым, но внезапно, в последний момент, Хабиров отказался от участия в этих круглых столах и заседаниях, и они прошли без его участия. На вопрос, почему так случилось, последовало, ну, чрезвычайно комичное и, на самом деле, глупое заявление со стороны администрации Хабирова, где было сказано, что решили не участвовать в разговоре с ПЧ и жителей Сибая, чтобы сделать этот разговор более доверительным. Если внимательно и дважды перечитать эту фразу или прослушать ее, то вы поймете, что администрация господина Хабирова подозревает господина Хабирова, что присутствие господина Хабирова на каких-либо мероприятиях снижает уровень доверия населения к этим мероприятиям. Ну, в общем, конечно, хуже не придумаешь. Я не знаю, кто там у них придумывает вот эти выражения в администрации, но явно очевидно люди забыли, что на самом главном участке работы по созданию имиджа начальника, руководителя, главы, находятся некие смысловики, люди, которые задают смысл в выражении, смысл высказывания, смысл текстов и так далее. Вот этих смысловиков у Хабирова, очевидно, нет, у него только имиджмейкеры. Ну, в общем, как бы там ни было, администрация Хабирова заявила о том, что его присутствие на мероприятиях снижает уровень доверия к этим мероприятиям. Что же случилось на заседаниях СПЧ в Сибае? Ну, со свойственным москвичам тактом московские гастролеры выслушали все жалобы сибайцев, никого не перебивали, не оскорбляли, не обижали, что уже вызвало бурю одобрения у изможденного местного населения, привыкшего к ханству начальства, привыкшего к давлению, всевозможному противодействию и так далее. Милые московские гости внимательно выслушали все стенания сибайских жителей. Далее московские гости сурово сообщили, что они будут добиваться неких компенсаций помощи жителям Сибая. Далее московские гости строго посмотрели в сторону Минздрава и сказали, что вопрос медицинского ущерба надо бы еще проверить и доисследовать. Ну, в общем, московские гости были милые и строги к провинившемуся начальству, очень понравились сибайцам, однако не случилось самого главного. Никто из московских гостей не сказал и не сообщил какого-то конкретного конструктивного плана и искомого результата от этого плана действий, который, возможно, появится. Но, тем не менее, сибайцам все это очень понравилось, они хлопали в ладоши и радовались. Я, конечно, абсолютно уверен, что вся эта история – это некое спасение рядового Хабирова в том смысле, что москвичи поняли, что администрация Башкортостана, не говоря уже об администрации Сибая, категорически ситуации не справляется. Карьер уже залит до искомой отметки, а диоксид серы продолжает выделяться. В последний момент, ну, это довольно странно звучит, но в последний момент выяснилось, что существуют некие очаги горения, которые находятся выше уровня заливки водой, что говорит о том, что выделения диоксида серы не прекратятся. Есть несколько вариантов – либо к ним привыкать, либо их игнорировать. Дальше заливать карьер не планируется, потому что администрация ГОКа уже заговорила о том, что воду скоро спустят и отфильтруют, а не приступят снова к разработке руды. Ну, в общем, Хабирову потребовалась московская помощь, потребовалась помощь вот этих вот терапевтов, приезжих. В остальном Совет по правам человека только высказывал восхищение солнечной Башкирии, в частности, например, председатель комитета против пыток, с каким-то детским восторгом сообщил, что вот он приехал в Башкирию, а ему новых фактов наличия пыток не сообщили. Он был просто в каком-то детском восторге, потому что привык, что когда он приезжает в Дагестан, например, ему выкладывают на стол 18 томов заявлений о том, что в каждом РОВД Дагестана кого-нибудь пытают. В общем, конечно, визит СПЧ прошел мажорно, настолько мажорно, что даже в последний момент пришлось немножко подкинуть угольку, потому что они поняли, что немножко переиграли свои роли чуть-чуть, и пришлось даже в Коммерсанте выпустить такую статейку сомнения, где, сказать, а надо ли было приезжать. Ну, в общем, все это было очень забавно. На самом деле я продолжаю настаивать и утверждать, что никакие меры убедительного и уговаривательного характера на ситуацию в Сибае воздействовать не могут, по крайней мере, длительно. Вообще владеет ситуацией в Сибае только господин диоксид серы. Только он будет влиять на то, как там будут развиваться события, потому что люди уже научились определять ситуацию при помощи приборов и без помощи приборов. И совершенно напрасно Хабиров обругал этих активистов, ну, не выдержал опять нервы, сдали, значит, и начал там сомневаться в качестве их вот этих вот мониторящих устройств. Неизвестно, где вы их купили, да неизвестно, как они у вас настроены. Это, между прочим, вот у МЧСа нашего неизвестно, как что настроено. У них все время ноль показывает. Ну, в общем, конечно, я думаю, что сибайские события на этом не закончены. Они будут продолжаться. Как они будут продолжаться, я не знаю. Господин диоксид серы, видимо, нам покажет. На этой неделе мы будем делать большой обзор по проблемам долевого строительства. И в первую очередь потому, что для меня совершенно очевидно то, что ситуация с работой с дольщиками в правительстве Республики Башкортостан зашла в абсолютный тупик. Очевидно, что стройчасы потеряли свой терапевтический и успокоительный эффект. Они перестали действовать на дольщиков вообще. Потому что если вначале каждый стройчас вызывал какой-то вау-эффект, там по буквам разбирали доклады, значит, кто что сказал там и так далее. Дескать, вот на этом там объекте, вот там мы сейчас вот это сделаем, то там тут, тут решим это. То есть люди очень внимательно. Сейчас наступила опять апатия, вся эта болтовня проходит сразу же, пролетает мимо. Возрос уровень конфликтов внутри инициативных групп, в подавляющем большинстве объектов долевого строительства, где есть проблемы, возникли альтернативные группы дольщиков, которые вообще никакого отношения не имеют к этим всем потешным объединениям, типа лишние люди и прочее. То есть это движение фактически переродилось заново. То есть да, была предпринята чудесная, вполне себе успешная попытка отвлечь внимание. Она проработала эта попытка, ну там 4,5 и почти 5 месяцев. Сейчас тема заканчивается. То есть вот само по себе приглашение там дольщиков, представителей дольщиков на эти стройчасы носило исключительно информационный характер. Цель задачи была не решение же конкретных технических задач, а именно вовлечение внутрь процесса информирования вот этих дольщиков о том, как идут работы, как идут процессы по решению этой проблемы. Вот эта задача полностью была провалена. В том смысле, что реально дольщики потеряли связь с правительством и с Хабировым, там навтыкалась куча всяких прокладок разного уровня, и теперь информация отфильтровывается, исходя там из каких-то интересов, там каких-то где-то коммерческих интересов, где-то там каких-то, значит, может быть даже коррупционных интересов, где-то просто отсеиваются какие-то ситуации. То есть там две трети объектов долевого строительства вообще не упоминаются на этих стройчасах. Люди орут, кричат, там пишут ужасные комментарии на эту тему, что типа, а как же мы, а вот у нас, а вот город Октябрьский, почему про нас не говорят, и вообще сказали, что в Октябрьском нет никаких проблем, да, а оказывается они и есть. Ну, в общем, ладно, я надеюсь, что, конечно, Хабиров и сам поймет в определенный момент, что он сидит в пустоте, в смысле дольщиков, да, то есть что опять они куда-то ушли, и скоро там начнут где-нибудь бунтовать прямо перед выборами, но это уже его на самом деле проблемы. Пробежимся по событиям, которые были на прошедшей неделе. На мой взгляд, продолжается давление на тех дольщиков, которые не хотят формализоваться и там входить в какие-то объединения, либо слышать увещевания, а хотят действовать сами. Значит, вот по поводу дольщиков Менделеева 128-1, с одной стороны, их все еще пытаются там привлечь к какой-то ответственности там сотрудники МВД, правда, неактивно, надеюсь, что эта активность у них увянет. С другой стороны, прокуратура пытается их вывести там на какие-то разговоры и прочие вещи, там господин Диденко бегает с папками документов вокруг этого всего, почему-то вообще перепугавшись всей этой ситуации, я не знаю, видимо, господин Диденко есть там чего бояться, но, в общем, ситуация такая, достаточно нервная вокруг этого объекта Менделеева 128-1. Кроме всего прочего, дольщики этого объекта, значит, ну, планируют опять обращаться к Путину, ну, уже как бы в таком камерном режиме, чтобы не попадать под репрессии и всякие претензии, но, тем не менее, они зато очень, как бы, эффективно придумали, каким образом это заявление донести непосредственно до Путина. На прошедшей неделе случился первый уличный инцидент в эпоху Хабирова. Прошли двухдневные пикеты Белого дома дольщиками жилищного комплекса «Цветы Башкирии». Они не стали верить в то, что говорят на стройчесах, вышли на улицу с плакатами, требованиями и так далее. Пока на этих плакатах еще не написаны требования и обвинения в адрес Хабирова, я думаю, что пара месяцев еще у Хабирова есть на то, чтобы вектор обвинений был перенесен на него лично, потому что уже более полугода будет, когда он у власти, то есть, в принципе, логично начинать от него требовать, потому что нельзя же все время все валить на несчастного Хамитова, который все испортил в республике. Ну, два дня простояли пикетчики у Белого дома. Кроме полиции никто к ним не вышел, никакого интереса они не вызвали. Более того, официальные представители дольщиков в правительстве, есть такая должность, заявили, что это неправильные и плохие дольщики, потому что хороший дольщик, он готов еще лет 20 ждать свою квартиру, хороший дольщик, он не выступает против, хороший дольщик не обвиняет любимого руководителя ни в чем, и вообще хороший дольщик, он не высовывается и сидит, молчит. А вот плохой дольщик, это тот, который там пять месяцев слушал какую-то болтовню и вышел на улицу протестовать. Плохой дольщик, это тот, который ждет пять лет квартиру и уже больше не хочет ждать пять лет квартиру. Плохой дольщик, это тот, который будет обвинять всех подряд, включая официальных представителей дольщиков в правительстве, в каком-то лукавстве или даже коммерческом интересе их деятельности. В общем, конечно, нехорошо. Вот этот раскол и разделение людей на хороших и плохих дольщиков, это совершенно неправильно. И первый трест не объект проблемного долевого строительства, но объект нашего пристального внимания, как я уже говорил, в связи с представлением о том, что первый трест существенным образом был связан с рухнувшим Роскомсно-банком, появились опасения в устойчивости этого застройщика, появились опасения в исполнении своих обязательств, и я решил уделить этому объекту некоторое внимание. На протяжении определенного времени мы будем за ним следить, наблюдать. Как я и обещал, на прошлой неделе мы съездили на объекты физические. На один из объектов, это вот дом 22 на Коммунистической, мы проникли под видом покупателей и спокойно походили внутри дома. На второй объект, на биосферу, нам не удалось попасть как покупателям, но мы все равно туда попали. Ну, в общем, по порядку. 22 дом на улице Коммунистической, жилье практически элитное, ну, в моем представлении, там, хотя по классификации, там, вот этих вот домов, это, конечно, не так, но это более чем приличное жилье, с очень высокой стоимостью, и, как выяснилось, с очень высокой готовностью дома. Если верить застройщику, то он, дом, собирается сдавать раньше положенного срока. Ну, вот сегодня мы начали с ближайшего к центру объекта. Это 22-й литер, секция АБВ Уфимского Кремля. Дом снаружи выглядит практически готовым. Ну, фасады готовы на 100%, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, чуть ниже, там, первого жилого этажа какие-то еще вопросы остались. Внутри квартир готовность здесь 100%. Напомню, что примерно 85% квартир уже проданы в этом доме. И, порывшись в документах и посмотрев ДДУ, которые есть у дольщиков, значит, получаем такую картину, что дом по документам должен был быть сдан в конце 2019 года. То есть, в принципе, еще 9 месяцев, но руководство Треста, конечно, говорит о том, что сдадут раньше. В целом, я констатирую, что по вот этому 22-му литеру, наверное, опасаться сейчас нечего. Но следить за ситуацией, наверное, нужно. Ну, и соседний литер, литер Е, вот, который мы видим из этого окна. Ну, я так понимаю, что у него срок сдачи – это 21-й год, если мне не изменяет память. И там продажи уже начались, но их не так уж и много. И, в принципе, ну, говорить, наверное, о перспективах сдачи, не сдачи, опоздания этого дома, наверное, сейчас рано. По биосфере, конечно, там совершенно другая картина. Там, ну, гигантский совершенно дом. Самый большой, кстати, в Уфе. Степень его готовности, прямо скажем так, существенно ниже, чем на коммунистический. Но, в целом, в сравнении, особенно с тем, что происходит там вокруг, картина там, в общем-то, нормальная. Я, честно говоря, видел много мертвых стройплощадок и очень хорошо понимаю признаки того, работают люди или не работают. А это в первую очередь мы собирались выяснить, не остановилась ли стройка. Потому что зачастую застройщики очень тщательно и умело скрывают этот факт, когда у них наступают, например, какие-то финансовые трудности, они начинают имитировать там деятельность. На мой взгляд, человека не специалиста, но много повидавшего застройщиков и строек, на мой взгляд, стройка на планете идет, это видно, ну, там по разным признакам, и на видео это тоже видно. Будут ли они умещаться в сроки, ну, там сроки, кстати говоря, сдачи домов достаточно еще долгие, будет видно буквально в ближайшее время. И вообще, вот, достаточно, наверное, будет уделить внимание этому объекту, что я имею в виду первый трест, еще полтора-два месяца, чтобы точно понять, насколько у них этот крен, тренд может случиться, связанный с финансовыми проблемами. То есть, если они в течение полутора-двух месяцев в ближайших, в общем-то, не покажут этих признаков, то можно сделать вывод, что, в принципе, их это все миновало, так скажем, да? Еще интересную одну деталь удалось мне выяснить. Этот дом будет сдаваться отдельными литерами. То есть, несмотря на то, что он целиком, вот, П-образная конструкция, и это, в общем-то, смотрится как один дом, он будет сдаваться поэтапно. И, в принципе, вот это интересный эксперимент. Насколько я помню, были большие проблемы у застройщиков в случае, когда они пытались сдавать дома частями. Но в данном случае это уже заявлено, и готовность у этих четырех частей вот этого всего дома разная. Будут сдавать их частями. Будем внимательно смотреть за тем, как будет происходить эта сдача, и насколько удобно, комфортно будет жильцам заезжать в готовую часть дома, при том, что другая часть дома еще будет не сдана к этому моменту. Далее, конечно же, Миловский парк, без которого вообще у нас не обходится никакое обсуждение моделевого строительства, за прошедший период в Миловском парке не произошло ничего. Вот от слова совсем. Из самых выдающихся успехов на этом объекте можно отметить завершившуюся смену директора компании, я так понял, Килстроинвест. Вот вообще капец, какое достижение. То есть за последние два месяца смогли переназначить директора при полном благорасположении всех сторон. Никто этому не препятствовал, но там вот пару месяцев пришлось ставить подпись под одной бумагой. Ну, в общем, конечно, это смешно. Повторюсь, в Миловском парке не происходит ничего. Ну, и завершение обзора крупнейших строек «Серебряный ручей». На прошлой неделе, когда мы говорили об этом объекте, я сетовал на то, что вообще нет никакой информации, никто ничего не говорит. Вот есть три основные проблемы. Это получение кредита обещанного, это продажа государству бизнес-центр «Салават Юлаев» и работа тех подрядчиков, которые сейчас работают там на стройке, есть это или нет. Начнем в обратном порядке. Значит, по поводу того, какие работы ведутся сейчас на объекте «Серебряный ручей» и конкретно в девятом-десятом домах. Всю неделю продолжались какие-то склоки внутри сообщества дольщиков. Значит, там совершенно непричастные люди почему-то начали там выезжать туда, сообщать там, чего-то писать и так далее. Я не ездил на объект «Серебряный ручей», намеренный специально, чтобы не участвовать во всем этом бардаке, который там был затеян совершенно непонятной целью. Насколько я понял, позиция застройщика такова, что существуют некие приличия делового оборота и некая коммерческая тайна, и они не готовы распространять информацию о заключенных договорах с какими-то подрядными организациями. Ну, отчасти в этом есть, конечно, здравый смысл, потому что, ну, действительно, скоро тогда уже какая-нибудь там мадам постучится зонтиком к ним в дверь и начнет требовать у них там анализ мочи и кала, только потому что ей так захотелось, да. Это можно считать правом застройщика, не раскрывать свои коммерческие процессы, которые идут там внутри этих, значит, событий. Но надо понимать, что уже настолько вовлекли дольщиков во всю эту историю, настолько давно, в общем-то, длятся эти проблемы, что дольщики уже начинают врастать в процессы строительства, и потому хотя бы понимать, что там происходит, они имеют право. Информировать их об объемах работ было бы желательно. Тут вот первая ошибка принимающей стороны, условно говоря, я имею в виду самих, значит, застройщиков и владельцев этого жилищного комплекса, опять не дорабатывает пресс-служба и служба там информации, маркетинга, все что угодно, они должны, просто обязаны рассказывать там еженедельно, что они делают там. Там закончили монтировать батарею. Зашибись, отлично. Там закончили делать там места общего пользования, отделку. Молодцы, то есть покажите. Ну, то есть вот эту этапность надо бы показать. Ну, да ладно, это вопрос на самом деле мелкий, потому что речь идет там о совершенно ничтожных объемах, речь идет о 15 миллионах там вырученных за продажу какого-то там кусочка коммерческой недвижимости, и эти деньги, конечно, погоды там не делают. Кстати говоря, как мне стало известно, из источников госстроя все-таки продолжаются работы по оптимизации вот этой схемы, и в частности вот господин Невостроев, он предпринимает некие усилия по оптимизации продажи вот этих вот некоммерческих помещений в Серебряном ручье. Ну, грубо говоря, госстрой помогает это сделать застройщику. Это, конечно, хорошо, и спасибо господину Невостроеву, в том смысле, что он хоть какое-то участие принимает в этих процессах, а то в последнее время сложилось впечатление, что госстрой как-то опять все это дело там спустил на тормозах. Теперь о бизнес-центре Салат Юлаев, его продажи, непродажи и так далее. Насколько мне стало известно, все вопросы с оценкой, значит, выведением там стоимости, экспертизой состояния, вот эти вот важные подготовительные этапы, они закончены, все эти цифры и документы сформированы. Сейчас должен состояться некий экспертный совет внутри правительства Республики Башкортостан, который комплексно рассмотрит эту ситуацию, речь идет там, ну, в том числе и об оценке, о целесообразности, о стоимости, о состоянии, значит, порядке и так далее, и так далее. То есть этот экспертный совет, ну, примет окончательное решение в плане, там, процедуры этого выкупа. Ну, вообще я полагаю, что этот совет на самом деле носит декоративный характер, потому что у нас главное уже решение принял, да, то есть Хабиров уже сказал, что они будут выкупать. Более того, по таким косвенным признакам можно сделать вывод, что уже судьба этого бизнес-центра решена, потому что госпожа Бойцова на прошлой неделе проговорилась о том, что она открывает там какой-то центр поддержки предпринимательства, дом предпринимателя, там, юрту коммерсанта или там, я не знаю, вигван-лавочника, ну, как угодно. В общем, короче, на базе этого бизнес-центра будет какой-то там, значит, их потешный городок на тему способствования предпринимательства в Башкортостане. Все эти вместе признаки говорят о том, что решение по продаже бизнес-центра, в принципе, принято. Но есть один тормозящий фактор, это получение кредита в банке в том смысле, что в последний момент Сбербанк, ну, как и принято у нашего самого большого и самого, на мой взгляд, неповоротливого банка, начал чего-то, значит, там притормаживать, какие-то процессы. Непонятно, к чему ведет Сбербанк, то ли он хочет усилить позицию контроля, то ли он там хочет выторговать себе более там приятные условия этого кредита. Но, тем не менее, застройщик Серебряный ручей, насколько мне известно, из источников в Москве, ведет параллельные переговоры с ВТБ по поводу кредитования, по той же самой схеме. И, насколько мне известно, эти переговоры более успешны, чем со Сбербанком. Проще говоря, складывается ситуация, кто успел, тот и съел, и, вероятнее всего, успеет ВТБ. В принципе, дольщикам и всем остальным глубоко все равно, на самом деле, какой банк будет осуществлять кредитование этих процессов, лишь бы это началось. Ну, в целом оценивают эту ситуацию, то есть, вот так как нам застройщик ничего не дал, информация, и вот я очень недоволен их действиями на этот счет, ну, пришлось своими ножками пойти, покопаться и найти вот эту информацию. Исходя из того, что я нашел, я вижу, что, в принципе, процесс идет, просто он идет не так быстро, как было заявлено. У нас, как обычно, мы прокукарекали очень громко, и уже вот-вот там какие-то назвали даты 25 марта. Нет, конечно, никакой 25 марта не получится, и дай бог, чтобы процесс, в принципе, там пошел, ну, хотя бы к середине, к концу апреля. Но, тем не менее, там, задатки к этому определенные есть. Прошла новость о очередном падении кредитного кооператива. Честно говоря, я вообще думал, что эта история с кооперативами кредитными давно уже закончилась, однако нет. Все еще действует норма законодательства, которая разрешает их существование. Вообще, для меня это очень странно. Наблюдать то, что при всей строгости подходов Центробанка к деятельности банков, и на фоне вот недавнего отзыва лицензии у Роскомснабанка в Уфе действуют совершенно законно вот эти вот очевидные пирамиды кредитных кооперативов. Вообще, как устроен кредитный кооператив? Некие инициаторы создают этот кооператив, принимают деньги у населения под проценты и выдают деньги кому-то тоже под проценты. Разница между этими процентами является как бы залогом прибыли всех участников. Очевидно, что в этих схемах всегда участвуют какие-то странные люди. Очень странно, что организовать этот кооператив довольно просто. По нынешнему законодательству и желающих находится масса. А учитывая безграмотность населения в плане вот этих финансовых процессов и жажду быстрой наживы, все это, когда складывается вместе, простота организации, жадность и непросвещенность простых людей и ловкость жуликов, мы получаем на выходе вот эти вот кредитные кооперативы. На мой взгляд, первое, что должны сделать власти, это вообще запретить деятельность подобных структур. Пускай кредиты выдают банки. Причем ведь какие-то кооперативы, какие-то странные, смутные, практически неконтролируемые никем организации, которые перемещают гигантские суммы наличных денег, которые, очевидно, участвуют в абсолютно преступных схемах по обналичке и так далее, и так далее. То есть, почему это все под носом Центробанка происходит? При этом Центробанк строжайшим образом контролирует там, не дай бог, что-нибудь нарушить официальным банком. Ну, в общем, конечно, абсурдная ситуация, но, тем не менее, в Башкирии опять рухнула очередная пирамида, опять люди стоят в очереди перед закрытыми офисами, опять несчастные жители, я читал обращение одного жителя из Бирска, который там с мамой, с папой, с братом, со всеми скинулись, собрали 2 миллиона, отнесли в эту пирамиду, и теперь все у них пропало. Ну, сколько можно уже на это вестись, сколько можно в это МММ играть, совершенно непонятно. 8 сентября 2019 года в Республике Башкортостан состоятся выборы главы Республики Башкортостан. Как бы это ни забавно выглядело на фоне последних всех событий, но, тем не менее, выборы будут, до выборов осталось 5 месяцев, и мы начинаем регулярную рубрику, значит, выборы 8 сентября. На прошедшей неделе произошло достаточно много событий, связанных с выборами, все эти события носят, очевидно, подготовительный характер. Хабиров и его команда, очевидно, готовят благоприятную почву для того, чтобы принять участие в этих выборах и победить, это совершенно понятно, ну и, в общем-то, нормально. Но начались серьезные, существенные перестановки. Казалось бы, еще несколько месяцев назад, 2 или 3 месяца назад, была какая-то такая истерика на тему Хайдара Валеева, почему его не убирают, а вот его оставили, и вот все осталось по-прежнему, и так далее, и так далее. Вот внезапно господин Валеев, не выходя из отпуска, написал заявление об отставке. Ну, там, злые языки начали говорить, что, не сказать, отгулял отпуск, получил положенное и так далее, но я не думаю, что суммы, связанные там с выплотами отпускных, так сильно беспокоили Хайдара Арслановича. Мужчина, он не бедный. И буквально сразу же стало понятно, кто станет преемником господина Валеева на посту председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Вы будете смеяться, но это тоже бывший директор Института права Башкирского госуниверситета, теперь это Илона Анатольевна Макарова, которая, судя по всему, на 99,9% становится председателем Центра сбиркома Республики Башкортостан. Вообще, вся эта картина выглядит уже как-то неприлично, на самом деле. То есть, все преемники ради Хабирова на посту директора Института права занимают ключевые должности в Республике. Напомню, господин Полставалов, о котором мы говорили накануне, бывший директор Института права становится министром имущественных земельных отношений, и вот теперь Илона Макарова, тоже бывший директор Института права, становится председателем Центра сбиркома. Складывается впечатление, что в скором времени официальным девизом Республики Башкортостан станет та самая знаменитая фраза о том, что «своим все, остальным закон». Это, конечно, настораживает, это нехорошо, это неприлично. То есть, вот как ни странно, в этой сфере нужно действительно тщательно соблюдать приличия и, по крайней мере, не демонстрировать те преференции, которые руководитель выписывает своим друзьям, близким, знакомым, соратникам и так далее. Мы живем в каком-то достаточно примитивном сообществе, где подобные действия почему-то не вызывают ни осуждения, ни гнива населения и людей, причастных к этому всему. Но факт остается фактом. Госпожа Макарова становится председателем Центра сбиркома. Я почти ничего не знаю про Илону Анатольевну. Обязательно поинтересуюсь, кто она и что. Обязательно сделаем отдельную программу про нее, потому что все-таки председатель Центра сбиркома – это ключевая фигура во время выборов. И очень многое будет с ней связано. Вторым событием, связанным с выборами сентября, на этой неделе стало официальное выдвижение ради Хабирова и еще троих никому неизвестных граждан кандидатами от «Единой России» на выборы. Ну, событие это формальное. Как промемлил в эфире «Эхо Москвы» господин Ахмадинуров, 100 тысяч членов партии должны проанализировать кандидатов и выбрать самого достойного. Но мы же с вами понимаем, кто будет выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия» на выборы в сентябре. Однако есть один интересный нюанс. Все еще непонятна позиция господина Неверова, я имею в виду председателя федерального исполкома партии «Единая Россия» и вообще руководства партии «Единая Россия» относительно Хабирова. Дело в том, что Хабиров предпринял вот этот ход, когда он заявил, что он пойдет от партии «Единая Россия», тогда это было абсолютно несогласованное действие, это была его абсолютно личная инициатива. И партия, я имею в виду федеральную ее часть, так до сих пор еще и не высказалась на этот счет, насколько она поддержит или не поддержит кандидатуру Хабирова. Это интересная интрига. Ну, вероятнее всего, конечно, авторитет Путина, который выдвинул Хабирова на пост временно исполняющего обязанности, и общий тренд, конечно, пересилят то недовольство в федеральной части партии, которая существует, и, в принципе, наверное, Хабирова все-таки утвердят. Но, тем не менее, это тоже будет некая игра и некая интрига. Параллельно с кадровыми перестановками в Центризбиркоме Республики Башкортостан прошел запрос от ЦИК РБ на тему выделения дополнительных денежных средств на оборудование избирательных участков видеокамерами и дополнительными устройствами КАИБ. КАИБ, напомню, такая штука, которая позволяет автоматически учитывать голоса избирателей без участия счетчиков и членов избирательной комиссии и автоматически передавать данные о голосовании на центральный сервер. Так вот, КАИБов на этих выборах у нас должно стать существенно больше, чем обычно. А вообще в Башкортостане их традиционно мало относительно иных территорий. Хайдер Валеев всегда избегал вот этих шайтан-машин, которые, не дай бог, могут посчитать голоса без его участия. Так вот, сейчас их станет больше. По поводу видеокамер мы уже помним, что много было попыток создать некую систему видеонаблюдения за выборами. Мы помним, что именно система видеонаблюдения была основной проблемой для фальсификаторов, которые пытались что-то вбрасывать и так далее. Но наряду с этим мы помним, что ни один факт, который выявлял бы с помощью видеокамер нарушение на выборах, не закончился каким-то процессуальным решением. Несмотря на то, что на кадрах отчетливо видно, что там какая-нибудь тетенька, какой-нибудь директор школы вбрасывает там целую огромную пачку бюллетни избирать на урну, это никогда не заканчивалось там отменой результатов, либо там наказанием для виновных. В общем, мы, как говорится, справимся и с видеокамерами. Ну и в завершение обзора событий, связанных с выборами, самая забавная история, которая приключилась с Хабировым и членами Совета по правам человека, когда там зашла речь о выборах, грядущих в Башкирии. Хабиров заявил следующее. Лучше я проведу честные выборы, чем потом пять лет буду оправдываться и быть хромой уткой и будут подвергаться сомнению легитимность власти. Вот примерно в таком контексте, это недословно. Честно говоря, подобное заявление, конечно, довольно странное. То есть, следуя его логике, можно сказать, что все предыдущие выборы были нечестными. Но вообще каждый новый приходящий к власти человек, которому предстоят выборы, говорит, я проведу честные выборы. Тем самым он как бы перечеркивает все, что было до этого, что все раньше было нечестно, а сейчас будет честно. Но в следующий раз случается примерно так же. Кроме всего прочего, ну вот этой традиции такой ментальной честности, которую заявляют всегда все претенденты, кроме всего прочего, существует еще и уникальная ситуация у Хабирова. Мы помним, что с именем Хабирова связаны очень грязные истории, которые были в прошлом, я имею в виду период Рахимова, когда он работал здесь руководителем администрации. Это вот эти горящие типографии, печатающие фальшивые бюллетни. Это стрельба по видеоэкранам на проспекте Октября, когда там, значит, стреляли, чтобы не допустить экспозиции роликов Еремеенко, ну и так далее, и так далее. То есть, все вот эти истории неизбежным образом связывают с Хабировым. Ну, так это или не так, утверждать я не берусь, но в сознании людей, которые помнят, анализируют и знают историю Хабирова рахимовских времен, Хабиров плотным образом связан со всеми вот этими вот грязными технологиями. Очевидно, что теперь Хабирову необходимо дистанцироваться от себя образца 2009 года. Теперь нужно Хабирову показывать, что он совсем другой Хабиров, который ничего общего с тем Хабировым не имеет. Теперь он должен продемонстрировать абсолютно чистые технологии и не допустить каких-то фальсификаций. В общем, конечно, задача эта очень непростая, в первую очередь, с точки зрения пропаганды и информационной политики. А она, как известно, у Хабирова находится на очень низком уровне. Последние замеры показывают, что он находится на 70-м месте в рейтинге губернаторов по эффективности информационной политики. Это очень плохой показатель. Есть еще немного времени для того, чтобы это выправить. Главное, чтобы в этой истории не было истерики и оправданий. Ну, посмотрим, как это будет выстраиваться. Но на данный момент все, что заявляется, опять же, повторюсь, говорит о том, что в команде Хабирова напрочь отсутствуют смысловики. Есть только массовики-затенники, но нет смысловиков. И никто не заботится о том, чтобы внутри высказываний, внутри заявлений, внутри каких-то комментариев находился четко сформулированный смысл. и потому трактовка и толкование того, что говорит сам Хабиров либо говорит от его лица администрация, зачастую вызывает, если не хохот, то скептические улыбки. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»